Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в передаче проекта «Иисус и Гектор» в студии «Импакт». Сегодня рад, что мы собрались поговорить о очень интересной теме. И я очень благодарен за то, что вы сейчас находитесь возле экранов телевидения. Рад приветствовать вас сегодня там, где вы находитесь. Вечер, утро. Сегодня хотели поговорить о теме, которая имеет очень интересное название «Сломанное совершенство». Может, очень слово такое интересное, но больше хотели раскрыть о том, как нам поверить в то, что мы проходим в нашей жизни, является совершенной волей Божьей. Я бы хотел положить в основание этой передачи очень интересный стих, который записан в книге «Екклезиастам», 3 глава, 11 стих. «Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». Сегодня у меня в студии есть прекрасные друзья, с которыми я бы хотел поговорить о процессе нашей жизни, в который мы попадаем, и мы не понимаем, как началось начало, не всегда видим сам конец. И вот об этом процессе, о том, что мы проходим, я бы сегодня хотел поговорить с нашими прекрасными, моими друзьями, и хотел предоставить наших дорогих мам Наташу Смоликову, Наташа с Сакраменто, Калифорния, мы рады быть в вашей солнечной Калифорнии здесь. Наташа занимается служением для особых детей вместе со своим мужем. Также у нас есть Светлана Мищенко, тоже прекрасная мама, тоже с Калифорнии, тоже с Сакраменто. И также Дина Дитков с Пакен в Вашингтон. Спасибо. Вот для меня сегодня привилегия быть с вами и поговорить именно об этом процессе, потому что мы сегодня хотим поговорить именно о том, что многие родители, имея особых детей, не всегда понимают, что происходит в их жизни. И я пригласил именно этих мам, чтобы заглянуть в ваше сердце, углубиться в ваши переживания, чтобы они смогли, наши родители, увидеть, каким образом Бог работал в вашей жизни. Он помог вам понять этот процесс. Вы сегодня счастливые, хорошие, приятные, радостные, жизнерадостные. Я знаю вас как тех, которые вдохновляете меня самого, мою супругу. И вот именно хотел больше об этом с вами поговорить. Поэтому я хотел бы задать несколько вопросов, которые, может, помогли бы нам начать этот процесс. Вот когда-нибудь кто из вас, когда началась ваша жизнь семейная, и у вас начали рождаться дети, и когда кто-нибудь из вас вообще думал о том, что у вас могут родиться дети с особыми нуждами, или не такой ребенок, как у других, Гена? Как вообще в твоей жизни произошло? Никогда не думала, даже не обращала внимания на инвалидов. Даже вот я вспоминаю случай, когда я зашла в магазин, и женщина вела мальчика, и он хромал. Я так подумала, а если бы у меня не было снежанки в моей дочери, я бы обратила внимание на этого ребенка? Так что отвечая на твой вопрос, я скажу, никогда, никогда не задумывалась и не думала, что будет такая девочка. То есть ты об этом уже подумала тогда, когда у тебя была снежанка? Попозже, попозже, да. Хорошо, мне просто интересно, Света, как вообще произошло в твоей жизни? Вообще, когда ты видела этих детей или мам до того, как у тебя появился Матфей, какие вообще твои были, опыт какой твой был об этом? Ну, мне, наверное, было жалко такие семьи, таких детей, да, но по большому счету я просто как-то, знаешь, отмахилась, наверное, потому что, ну, это не у меня, не мое, и мне было как-то это неинтересно, да. И, конечно же, я никогда не могла предположить, что у меня может появиться ребенок, потому что, в принципе, я выросла и рождена в верующей семье, да, и как бы я думаю, что это, конечно, у меня было неправильно, что было понятие такое, что если я, как имею благословение от Бога, значит, у меня должно быть все прекрасно, да. И как бы подразумевая иметь ребенка со спешил, нет, да, с ограниченными возможностями, оно вот как-то не вкладывалось в тот момент в мое вот понятие, знаешь, когда ты ходишь под Богом, да, что у тебя может произойти такой случай в семье, что у тебя может родиться ребенок, у которого будут физические или умственные отклонения. То есть, подожди, в какой-то мере христиане часто думают, что если они с Богом, это не может произойти с ними? Ну, я думаю, что да, я думаю, что да, потому что мы, вот лично я, наверное, что-то не понимала в том процессе, и вот через рождение ребенка моего с ограниченными возможностями Бог очень поменял много во мне, в моем мировоззрении, в моем ощущении, в моем восприятии людей, мира, понимаешь, я думаю, что, конечно, я была в глубоком заблуждении в тот момент, понимаешь, потому что, как бы, ну, да, должно быть все, как-то у меня не вкладывалось, что вот болезнь, да, или ограниченные возможности, это может быть вот у глубоко верующего человека или верующей семьи, или, знаешь, как-то мы вот все-таки восприятие Бога у меня было по-другому. Ну, я хочу сказать сразу, что это было неправильно до того, понимаешь, что я совсем другую сторону жизни увидала с рождением ребенка. Хорошо, прекрасно. Значит, в какой-то мере пока что мы поняли, что христианский мир или мы, люди и христиане, часто как бы думаем, что мы полностью ограждены от этого. Получается так? Наверное, так. Наташа, просто интересно. Я тоже никогда не думала, не предполагала, но еще будучи ребенком, помню, мне лет 10, наверное, было, и у меня семья была, то есть мои родители были так смешанные, как сказать. То есть папа у меня был неверующий, а мама у меня пришла к Богу, когда я была подростком. И я только в подростком возрасте вот вместе с ней стала ходить в церковь. И вот еще до этого момента я помню случай, когда я однажды шла по улице и видела женщину, которая катила впереди себя ребенка-инвалида на коляске, и довольно большой тоже был ребенок. И я вот по-детски очень сильно, у меня просто сердце сжалось, слезы выступили, я подошла и говорю, можно купить конфету для вашего ребенка. Она говорит, да, я побежала в киоск, вот мне захотелось купить конфету, но я такой батончик купила большой. Подошла, вручила, но я не могла ни разговаривать, ни что-то вот сказать. У меня сердце было переполнено, слезы, глаза. Я вручила и скорее отвернула, чтобы не видели моих слез. Позже уже в церкви, и когда уже я вышла замуж, у нас было много служений еще там в России и среди детей с ограниченными возможностями в детских домах. То есть какое-то отношение я имела. Но подумать, что у меня будет такой ребенок, никогда такой мысли не возникало. Интересно, что в какой-то мере у вас было определенное сострадание к этим людям даже тогда? Ну, как у любого человека, наверное, оно естественное, обычное. Хорошо, я просто хотел бы, чтобы наши зрители поняли сейчас, что мы такие же люди, вы такие же люди, как и все другие мамы. То есть мы выяснили один самый простой принцип, чтобы вы были такие, как и все остальные. Вы об этом не думали, вы об этом не имели никакого представления, у вас не было никакого в этом экспириенса, никакой книги вы не прочитали и никакого образования в этом не было. Хорошо, у вас родился такой ребенок. Мне просто интересно, вот когда это произошло, насколько изменилась ваша жизнь? У меня получилось так, я с детства верующая, и у меня получился как шок, потому что я всегда думала, что если я буду служить Богу, у меня будет все хорошо, у меня никаких проблем не будет в семье, но получилось совсем обратно. Получилось, что в 2000 году у меня родилась девочка с мужем, и она не развивалась, и уже в три годика я дали серьезный диагноз. И, конечно же, это все поменяло в моей жизни, все, даже отношения с Богом. Хорошо, значит, мы выяснили, что в принципе то, что произошло у тебя, в какой-то мере, наверное, происходит и у многих мам. Я уверена, что почти как у меня и у многих мам происходит. Понятно. Да, Руслан, знаешь, вот я имею контакт с другими родителями, и когда разговариваешь и беседуешь, вот примерно одна и та же история. Все мамы находятся в тяжелом состоянии, и папы в том числе, но по-разному. Бывает, что семья абсолютно по-разному, каждый член семьи воспринимает это известие. Это сложное, очень глубокое, глубокие эмоциональные, духовные переживания, и физические в том числе, потому что нагрузка очень увеличивается. Пока ребенок маленький, может быть, он чем-то похож на других детей. Как бы те же самые нужно проявлять к нему заботу, и все. Но с возрастом ребенок растет, но его развитие не соответствует его физическому возрасту. Стало быть, он требует больше и больше внимания к себе. Это и больше, и больше трудностей. Хорошо. Я бы хотел, опять же, возвратиться к тому месту, которое мы взяли в самом начале, что все бокса сделал прежде всего прекрасным. Мы возвращаемся сейчас к моменту наших детей. Он сделал прекрасным, нам не всегда это видится или кажется, или мы переживаем это. Потому что здесь говорится то, что он сделал прекрасным, и он вложил мир в сердце людей. Хорошо. Света, мне просто интересно. Хотелось бы, чтобы как можно больше вы могли поделиться, насколько глубоко, насколько низко, насколько тяжело вы погрузились? Была ли это обида, разочарование, боль, запутанность? Вы могли бы просто сегодня рассказать нам о том процессе, где вы были и куда вы пришли? Вот мне хотелось бы, чтобы ты поделилась. Ну, ты знаешь, у меня не было разочарования ни в Боге, ни в чем-то. Но у меня вот была действительно запутанность. И я не могла, знаешь, в моей голове вот было как-то несопоставимо, да, что я вот родила ребенка, я доверяла Богу, да. Я как человек верующий доверяла. И, конечно же, в нашем представлении кажется, что ты когда доверяешь, молишься, благословляешь, то ребенок должен родиться здоровый, да. Я до последнего в это верила и доверяла. Но когда ребенок родился с ограниченными возможностями, то я совершенно в своей голове не могла понять, что вообще происходит, понимаешь. У меня была настолько бурная реакция того, что мне даже в госпитале, у меня ребенок с даун-синдромом, предлагали его оставить. Настолько я вот, знаешь, бушевала внутри, что я не могла этот процесс никак понять. Хотя у меня никогда не было никогда желания оставить своего ребенка или что. Что просто вот настолько у меня был процесс этот, что даже врач посмотрел, сказал, наверное, тебе нужно отказаться от своего ребенка, да. Но я хотела сказать, что благодаря всему этому, что произошло, Бог, это только Бог мог помочь, вот разобраться во всем этом, поставить на место, дать силу переносить все это, потому что действительно это очень тяжелый момент, когда рушатся все твои планы, все твои вообще представления о жизни, все, что ты вообще как-то себе планировал. Ты знаешь, вот с рождения Матвея мне вот Бог четко показал, что вот место, что знаешь, нужно жить сегодняшним днем. Не планировать, не задумываться, что будет там через 10 лет. Но это по большому счету, понимаешь, если я начинаю думать о своем ребенке, начинаю там куда-то углубляться, то это в конечном результате приведет ни к чему, потому что вот, слава Богу, сегодня день прошел, все окей, все окей. То есть подожди, в какой-то мере ты даже не можешь подумать далеко наперед, потому что что? Потому что, ну я же не знаю, что будет. То есть ребенок, он требует больше внимания, у него больше отклонений со здоровьем, чем у регулярного ребенка, да. И я когда задумываюсь, что вот как Наташа сказала, да, что ребенок растет, как бы он физически становится взрослым, а умственно он еще ребенок. И с этим не всегда можно совладеть, это нелегко, это процесс нелегкий, да. Но я знаю точно, что когда Бог посылает нам эту ситуацию, Бог нам дает в семью шанс. Знаешь, какой шанс? Вот когда мы просим у Бога и молимся, просим терпения, что нам Бог посылает прям терпение, вот ride away, или он нам посылает ситуацию, в которой мы должны применить терпение, да. Или мы молимся о дружной, крепкой семье, да. И на нас обливается лавина любви вдруг, да, и нежности. Подожди, ты называешь это любовью? Бог нам посылает ситуацию, где мы должны проявлять эту любовь. Он нас учит, я в школе у него, понимаешь. Я учусь у него через страдания, через зависимость от Бога, вот полностью ему доверять. Значит, в этом процессе в какой-то мере ты говоришь о том, что ты увидела в этом любовь. Ну, конечно же, это любовь. Потому что Бог любит меня, Он меняет меня. Потому что как бы я со своими неправильными понятиями, восприятиями о жизни сама бы никогда не поменялась, если бы Бог мне через рождение этого ребенка не показал обратную, другую сторону вообще жизни. Других людей, понимаешь, ты становишься более сострадательной, более чуткий, более внимательный, больше доверяешь Богу. До этого я вообще не понимала, как можно доверять Богу, понимаешь? То есть это был практический момент практики? Да. Это была теория? Да. Тут у тебя начинается практика, согласитесь? Да, да, да. Я бы даже хотела дополнить. Вот смотрите, обычно в жизни у нас много знакомых, друзей, родственников. И мы часто знаем, что они нас поддержат, помогут, подадут совет. Поставят свое плечо. Но вот когда в семье появляется вот ребенок особый, или какое-то другое происходит, вот что-то неординарное, не обязательно это ребенок-инвалид, правда ведь? У разных людей бывают тоже очень тяжелые такие критические ситуации. И бывает так, что вокруг вдруг никого не оказывается. Так тоже бывает. Семья остается одна, или вообще человек остается один. И вы знаете, это огромный вот такой вот шанс, который учит нас уповать только на Бога. Вот в других обстоятельствах, когда у тебя все-таки есть те, которые тебя поддерживают, ты каким-то образом доверяешь Богу, но ты доверяешь и им. А когда ты оказываешься в ситуации вот такой неординарной, ты доверяешь только Богу. Это благословение большое. Я это испытала, и многие родители мне об этом говорили. Ты сейчас, Наташа, затронула такую истину, которая заставляет радикально задуматься людей. Ты говоришь, когда у тебя есть все возможности, у тебя есть шансы, ты надеешься, что люди тебе помогут. И когда что-то происходит, люди все исчезают. Было, это так. Хорошо, мне просто интересно, Дина, когда это произошло в твоей жизни? Что произошло у тебя? К сожалению, я очень обижалась на Бога. Я уже сказала, что я с детства верующая, и мне казалось, что Бог меня должен защитить со всех сторон. Но получилось совсем обратно. Получилось, что пришла такая как беда. Но это не беда. Сейчас я понимаю, это не беда, это благословение. И это был длительный процесс для меня. Я очень долго исцелялась, очень долго. Наверное, 2-3 года это заняло, когда я говорила, Боже, объясни, что происходит в моей жизни, почему ты меня наказываешь. Ведь я тебе служила, я в церкви служила, я детям служила с детства. Как бы я ждала благословения от Бога, но я ждала другие благословения. Так что это заняло 2-3 года для меня, чтобы исцелиться. Это определенный процесс. Да, это процесс. Это процесс. У некоторых есть 2-3 месяца, у некоторых 2-3 года, у некоторых и 10 лет. Подождите, мне немножко непонятно одна вещь. Я пытаюсь выяснить одну простую вещь. У некоторых людей это 20 лет занимает, и исцеление процесс не приходит. Вы говорите 2-3 года, 2 месяца. Я думаю, что, знаешь, что это зависит от твоего внутреннего мира и от твоих отношений к Богу, и от твоего выбора. Выберешь ли ты принять и доверить Богу, или примешь ли ты другую сторону, что окей, я не хочу, не буду, и мне это не надо, и я вообще... И впадь в депрессию. Это твой выбор. Это твой выбор. Вот, знаете, я хотел бы действительно сейчас поговорить немножко о депрессии, потому что в какой-то мере, в христианском мире, мы не всегда любим это слово. Оно как-то наводит такие непонятные краски. Но факт заключается фактом, что многие туда попадают и там остаются. И если мы говорим снова, возвращаемся к этому месту, Бог все создал прекрасным, когда происходит этот момент, когда ты остаешься один, сам, без никого, у тебя происходит именно процесс доверия того, что Бог твою судьбу формирует именно сейчас, и это совершенная воля Божия. У меня вопрос такой, почему люди иногда остаются? Я понял, что это выбор. в какой-то мере люди выбирают оставаться там. Это не лучшее место. Но я сделал для себя вот такое размышление немножко и хотел бы послушать вас. В какой-то мере, мне кажется, что депрессия — это недоверие Богу и согласие с дьяволом, который всегда клевещет на нас перед Богом. Как вы смотрите именно на тот вопрос, когда мы в какой-то мере о депрессии сравниваем с недоверием Бога? Ну, знаешь, может быть, как бы моя точка зрения может быть отличается, ну, не то чтобы отличается, но вот у меня такой взгляд, что из-за чего люди попадают в депрессию. Чаще всего мы имеем представление о том, как должна развиваться наша жизнь или как должен развиваться наш ребёнок, или что вообще вот мы хотим получить в жизни. Это всем присуще. Мы имеем мечту, без которой тоже жить нельзя. Мы имеем какие-то вот… видим, что вокруг происходит, и мы тоже как-то сопоставляем себя со всем окружающим, что вокруг мы видим и чего мы хотели бы иметь или делать, или видеть, или находиться. Но обстоятельства иногда складываются таким образом, Господь допускает, ещё что-то происходит, что мы не можем получить то, что нам представлялось бы хорошим для нас. Нам это представлялось, что так будет хорошо. Но Господь знает наперёд, и Он видит и воспитывает нас. И, наверное, если человек не хочет это осознать, что всё-таки не мои мечты, не мои представления главные и должны осуществиться обязательно в моей жизни, а всё-таки то, что Господь предназначил, и Господь хочет меня воспитать и провести вот таким образом. Наверное, когда это осознание приходит, у человека есть шанс выйти из депрессии. А если вот ему не хочется, он сопротивляется этим мыслям. Наверное, тогда… Значит, что Вы хотите сказать, что депрессия в какой-то мере связана с слабоволием? Ну, человек не хочет. Ну, как это не хочет? Как захотеть тогда? Вот для меня доверие Бога – это всегда находиться в позитиве. В доверии Бога не может быть страха, не может быть какой-то забоченности, потому что ты доверяешь Богу. И когда у нас это приходит, то получается, что мы просто Богу не доверяем. Понимаешь? Мы учимся доверять Богу. Да, мы в школе. Одни уже как бы в школе на первом класс прошли, да, в доверии Богу. Прикинь, еще в нулевом классе, третий или десятый, уже в десятый класс перешли в доверии. Поэтому мы все разные в этом процессе, понимаешь? Поэтому некоторые, которые только, наверное, начинают, у них еще сомнения, знаешь, они еще не полностью доверяют, поэтому там легко впасть в депрессию. Я сама это проходила. Вот тот момент, когда ты учишься доверить Богу, знаешь. Мне просто интересно то, что на данный момент, я смотрю, когда мы собрались сюда, да, у вас у каждого есть особый ребенок. Дина, мне просто хочется узнать, я знаю, что вы с Андреем ездите немало, постоянно куда-то движетесь, вдохновляете других, радуете жизни. Вы приехали со Спакена, с Андреем вместе, оставили там дочь, у вас еще есть вторая дочь. Как у вас получается? Вот я просто немножко хочу, чтобы вы поделились как бы вот этим процессом, потому что захотеть, вот что такое захотеть? Накачать себя, убедить себя, а потом, когда нахлынувает чувство реальности, как бороться с этим потом? Вообще ко мне пришла такая уверенность, что наш Бог — благой Бог, Он добрый Бог, и Он желает не затоптать нас, Он желает нас поднять. И у Него есть разные методы, как работать с нами. Может, нам не нравятся иногда эти методы, но вот в моем случае я вижу, что Бог работает именно через мою дочь. Я уверена, что это мне служит во благо, и это все к лучшему. И как я каждый день, борьба у меня такая, что я просто начинаю молиться каждый день. Боже, я знаю, что у меня ребенок тяжелый, у нее поведение очень плохое, она очень буйная девочка. Боже, помоги мне пройти этот день, пожалуйста, помоги, чтобы она это не делала, помоги. Да каждый день борьба, Руслан. Я не хочу сказать, что у меня сейчас все хорошо, потому что я жизнерадостная. Нет, у меня каждый день борьба, я читаю Слово Божие, я настраиваюсь, что Бог все сделает во благо. Вот мне просто интересно сейчас, чтобы те мамы, которые сейчас нас смотрят, увидели именно в вас, как проявляется в этом Бог, потому что, может, сейчас другие смотрят и думают, ну это какие-то мамы, супергерои, которые... Мне хочется заглянуть, попросить вас рассказать, у вас есть слабинки, когда, да, Света говорит, доверие, как вот этот процесс Света у тебя работает именно? Это всегда ты можешь поставить пятерку за каждый день? Это было хорошо или... Нет, я учусь, я учусь. В чем ты, чего ты достигла? В чем ты, конечно, нет. И у меня бывает, что приходят мысли, когда ты видишь регулярных детей, да, или куда ты выходишь, и твое ребенок, поведение неправильное, да. Ты тоже думаешь, ну себя ловишь на мысли, что ты начинаешь сравнивать. Но если ты в определенный момент не отрубишь эти мысли, знаешь, не отсечешь их, я стараюсь жить вот в сегодняшнем моменте. Не хочу думать, как вот там будет завтра, да, и не хочу больше сравнивать. Я сама должна себя это, как бы, знаешь, себя на это настраивать. Потому что если я дам мысли своей развиться и начну сравнивать, да, с другими, и как у других, то это не будет хорошо, это не будет мне во благо. Вот это и есть момент доверия, что окей, Господь мне дал, Господь поможет, да. Любимый стих Библии, Римлянам 8, 28, да, что любящим его все содействует ко благу. Я знаю, что это мне содействует ко благу. Мне нужно. Я на миссию Бога. Бог мне дал. Бог выбрал мою семью, дал этого ребенка. Я должна буду и буду нести эту миссию. Мне просто интересно, могли бы Вы поделиться, каким образом вот эта обстановка в семье, которая сложилась с приходом этого ребенка в вашу семью, мы не можем просто обойтись с семью саму. Она повлияла или она помогла, или она усугубила, или она, наоборот, вдохновила, сблизила ваши отношения с супругом, или, наоборот, появились какие-то вот моменты, где каждому из вас приходилось проходить. Наташа. Ну, знаешь, в нашей семье как-то все произошло довольно хорошо и гладко в этом плане. Потому что мы очень ждали, очень хотели ребеночка, но вот в связи с тем, что, ну, как это объясняют и наукой, врачи, что возраст уже был далеко, ну, так сказать, не такой уж молодой. И вот в таком возрасте случается рождение детей с Даун-синдромом. Вот. Конечно, ну, это было тяжело, это было трудно. Точно так же мы были в шоке. Мы не могли, вот как Света говорит, предлагали даже забрать ребенка. У нас не предлагали, но мы не могли четыре дня дать имя ребенку. Не просто потому, что мы не знали, какое имя, а вот какая-то такая вот странная, непонятная, очень тяжелая такая вот обстановка. И нам даже как-то не приходило в голову, что нужно имя давать. больше было мысли о том, ну, что делать, а как, где информацию, что, как, то есть абсолютно вот... То есть в какой-то мере вы были рассеяны. Очень, очень. Как Виктор это воспринял? Ну, вот, конечно, он замечательно воспринял это все, но в том плане, что он поддерживал меня, он ни слова не говорил, что он как-то опечален, а он говорил о том, что он рад. И дочь старшая говорила о том, что это хорошо, что она рада. И вот эти вот их слова меня, конечно, просто поднимали из моего... Я была, наверное, в самой тяжелой депрессии в всей нашей семье. Вот. Но постепенно к нам стали приходить знакомые, родственники, какую-то информацию приносить. Мы начинали больше и больше узнавать. Потом пришла одна женщина, у которой тоже такой же ребенок. И она меня просто вдохновила к тому, что жизнь продолжается и к тому, что нужно сделать для этого ребенка все, что мы можем. Все, что от нас зависит, все, что мы могли бы, пользуясь всеми ресурсами, которые предоставляет государство наше здесь, мы можем помочь ребенку улучшить жизнь, сделать его радостным, счастливым, веселым, подарить все, что возможно по ее потребностям и нуждам. И стараемся так и поступать. Что самое интересное, я знаю каждого из вас, вашу семью, и поэтому знаю, что ваши мужья вместе с вами помогают вам, поддерживают. Но было ли так всегда? Был ли какой-то процесс напряжения, Дина? Был ли какой-то процесс, где тебе нужно было это пройти, а Андрею пройти к какой-то мере вы вместе и в то же самое вы две разные личности, да, вы одно тело, муж и жена, да, как бы, но как вот этот вот процесс? Было, было очень тяжело, но Андрей, мой муж, он почему-то всегда плакал в машине, чтобы я не видела. Потом он уже признавался, да, он не хотел меня расстраивать, потому что я и так плачу, а еще если увижу, что он плачет, это уже будет двойное расстройство, так что он плакал в машине, но я хочу ему большой кредит дать, потому что Богу в первую очередь и Андрею, потому что он заслуживает, практически он проводит с нашей дочерью, я бы сказала, 70% времени. Значит, он твой герой. Да, да, слава Богу за него. Хорошо. Я бы знаю, что хотела добавить, что вот когда рождается ребенок с ограниченными возможностями, то семья становится командой, это тим, понимаешь, потому что без этого жить просто невозможно, потому что мы как бы друг друга дополняем, друг другу помогаем, я бы без помощи своего мужа или двух своих старших сыновей, я бы, наверное, не справилась со всей этой ситуацией, и мой муж и мои два сына старших, они намного лучше бы восприняли эту ситуацию, я знаю точно, что это команда, мы как должны и есть команда, понимаешь, без этого мы не справимся, скажите же. Мне вообще очень понравилось, Света, то, что ты сейчас говоришь, я сейчас хотел бы обратиться к нашим телезрителям и напомнить вам, что буквально через 10 минут мы откроем телефонные линии, если вы желаете позвонить к нам в студию, задать вопрос Наташе, Свете, Дине, вы можете это сделать буквально через короткое время. Еще раз хочу напомнить, что тема, в которой мы сейчас пытаемся разобраться, посмотреть, нам иногда непонятно, вот в этом процессе, где мы находимся, вы находите, как семьи, было ли всегда видно вот это вот начало и вот этот вот конец, потому что мы сейчас как бы хотел я бы услышать от вас, как помочь нашим родителям увидеть то, что Бог запланировал, хорошее, лучшее, здесь Он мир нам дал, а мира иногда нету, то есть вот как вы смотрите на вот этот вот процесс, что можно вообще посоветовать, где найти правильные ответы. Но мне хотелось бы сказать, что начинать нужно, я так думаю, со своего личного отношения к этому ребенку, то есть когда семья будет иметь правильное отношение к ребенку с ограниченными возможностями в своей семье, тогда уже пойдет процесс восстановления или выздоровления этой семьи. Вот недавно у нас была встреча, и один из отцов сказал такую мысль интересную, он говорит, ему тоже когда-то кто-то сказал, и мысль в том, что для Бога неважно в каком теле вырастить душу достойную неба. У него тоже был, он же ушел в вечность, ребенок с детским церебральным параличом, и этот ребенок принял крещение, они сделали для него все, что могли. поэтому, знаете, очень важно правильное отношение с библейской точки зрения, что это личность, что это от Господа, что это ребенок, который впоследствии будет с Господом, и от нас зависит помогать, заботиться и воспитывать его для неба. Вот вы знаете, один раз один папа сказал мысль, которая потрясла меня, он сказал, когда мы придем на небо, я, говорит, понял то, что мой сын будет тоже совершенно здоровым человеком. Да, душа же на него. Да, душа, да. И что самое интересное, он говорит, я понял одну простую вещь, что мне нужно будет посмотреть ему в глаза, как я с ним обходился в этой жизни. Наташа, ты очень хороший совет дала. Мне просто интересно, Света, ну на самом деле, а еще какие есть, вот Наташа сказала, нужно начать от отношения к этому ребенку. Это одна сторона. Как ты видишь, еще что можно сделать, чтобы люди увидели и вот что Бог что-то делает в этом процессе? Я даже не знаю, что еще. Я бы посоветовала, это первое, ухватиться за Бога двумя руками. Двумя руками. Второе, чтобы я посоветовала ходить, на люди выходить, то есть общаться с людьми, с мамочками, у которых тоже больные детки. И, конечно же, обращаться к врачам, потому что врачи тоже помогают, они от Бога. Так что вот эти три совета мне помогли. Я просто хотел задать тебе вопрос, а если мама не может побороть комплекс, а выходить в люди? Я думаю, тут надо, наверное, просить мудрости у Бога. Тут может помочь только Бог, понимаешь? Вот этот процесс надо начать вот с Бога, понимаешь? Учиться ему доверять, молиться, просить мудрости. И Бог в какой-то момент, я верю, что если ты действительно с чистым сердцем это просишь, Бог в какой-то момент тебя откроет, Он наберет вот эти, знаешь, преграды. Когда ты перестанешь обращать внимание на людей, именно будешь, знаешь, как это мой ребенок, и я желаю для него лучшего, Бог доверил мне его, у тебя уйдет вот это, знаешь, то, что люди, они грешные, они могут сделать неправильные выводы, сказать тебе что-то неправильное. И мы часто с этим сталкиваемся, что люди часто нас как бы обижают, но стараешься на это не обращать внимания, потому что понимаешь, что люди, ну не все же перфектные, они все все понимают, поэтому как бы делаешь кредит на то, что люди не прошли то, что ты прошел. И все равно ты выходишь с этим ребенком, выходишь, надо выходить, надо как бы искать поддержку, если ты будешь сидеть дома с ребенком, тебе от этого легче не станет, понимаешь? Мне просто интересен такой момент, вот я знаю, что и Наташа, и ты, Света, вы вместе работаете здесь в Сакраменто с многими родителями, с многими семьями, буквально, ну огромное количество, сколько семей где-то задействовано? Семьдесят семей. Да, около семидесяти семей у нас в Сакраменто и знаешь, Руслан, когда мы только вот, ну, со Светланой познакомились и узнали, что у нас детки с ограниченными возможностями, мы не ожидали, что у нас так много семей в нашем городе имеют детей с какими-либо вот проблемами. И думали, ну, нас может быть десять-двадцать, мы как-то объединимся, будем вместе, помогать друг другу, поддерживать. Ну, вот у меня было, во всяком случае, такое вот понимание. Но когда мы вот стали интересоваться, разговаривать, звонить, общаться с семьями, мне стали больше, больше давать телефоны. Говорили в той церкви, еще в той церкви, еще и сейчас уже такое количество. И я знаю, что их гораздо больше. То есть 70, это не все? Это не все. Совсем не, далеко не все. Как вы думаете, насколько больше? Это трудно сказать, потому что ты сам говоришь, какова статистика. И статистика говорит о том, что детей с инвалидностью очень много. Я смотрела, что в Америке около 14% детей рождаются с инвалидностью или приобретают в начале, в первые годы жизни. Поэтому это очень много. И среди нас, христиан, точно так же. Большое количество, довольно большое количество. Просто родители многие, как ты говоришь, что они дома, они стараются не говорить, потому что не все дети выглядят так, что они вот имеют какие-то особенности. Многие детки выглядят очень хорошо, но, к сожалению, в своем развитии отличаются от обычных детей. Еще знаешь, у нас есть славянский менталитет, который как бы у нас воспитанный. У нас было воспитано то, что все-таки не нужно таких детей выносить куда-то в церкви или в свет, показывать, потому что наше воспитание славянское такое. Давай посмотрим, у американцев намного это все проще. Ты много видишь и в церквях, и кругом людей с ограниченными возможностями. У русских было как бы не приспособлено ни церкви, ни какие организации, чтобы принести туда или привести туда человека с ограниченными возможностями. У нас большое количество церквей славянских, да, но давайте скажем честно, сколько церквей имеют какие-то специальные комнаты или специальные места для людей с ограниченными возможностями. Я знаю, что мы касались Наташи этого, практически ни в одной церкви этого нет. Я думаю, поэтому мы здесь и находимся, поэтому мы об этом и говорим, чтобы что-то начало изменяться, чтобы происходила какая-то атмосфера, где эти семьи будут окружены любовью. Я сейчас хотел бы обратиться к нашим телезрителям. сейчас на телеэкранах эфира вы видите телефон, по которому вы можете дозвониться в студию, спросить наших мам вопрос по теме, пожалуйста, может поблагодарить их, может задать им какой-то вопрос. Мы даже хотели бы, чтобы вы задали вопрос, который может достаточно серьезно вас беспокоить, поэтому, пожалуйста, мы будем ожидать вашего звонка. Спасибо большое. Я бы хотел вернуться больше к тому, что мы говорили здесь, Дина, вы со Спакена, у вас намного меньше количества церквей, людей русскоговорящих, наверное, чем в Сакраменто, да? Конечно. Но я так понял, что вы тоже уже столкнулись не с маленьким количеством таких семей. Да, у меня очень много подружек, у которых такие детки. Мы официально, как вот Света и Наташа, мы не работаем, но за кулисами мы дружим. Но мы надеемся, что что-то у нас появится в церкви. Мы верим. То есть, я как-то даже помню, ты говорила, что ты лично знаешь, по-моему, 12 семей. Да, это, которые я с ними дружу. Это, которых ты знаешь? Да, с которыми мы имеем контакт. А там намного больше, намного больше. А мне просто интересно еще, чтобы наш зритель мог больше узнать, вот сколько процентов мам в какой-то мере, скажем так, выбираются из этого процесса, в котором дьявол им пытается навязать, что это наказание, проклятие. Сколько процентов выбирается? Сколько что-то делает? Как с вашей практикой? Это трудно сказать, Руслан, потому что мы не знаем всех мам. Просто потому, что у нас нет информации. Мы эту информацию о семьях, с которыми мы общаемся, вот сами искали, где-то кого-то встретили, где-то кого-то спрашивали. Такой статистики нет, к сожалению. Поэтому очень сложно сказать. Ну, я могу сказать, что очень многие нуждаются в поддержке. В поддержке. Это определенно. Больше количества семей, которых мы знаем, они нуждаются в поддержке. Мы стараемся друг друга поддерживать, как мы можем, но они также нуждаются в поддержке людей, которые окружают их. А часто люди не понимают вообще, знаешь, как обращаться, как подойти к этим семьям. В принципе, наше служение и как бы родилось из того, чтобы показать людям, окружающим, регулярным людям, в церквях кругом, что есть такие люди, что не надо проходить мимо, что они такие же семьи, такие же люди, что они требуют внимания, также любви и заботы, как и все остальные, что они не прокаженные, не какие-то, знаешь, что они тоже личности. Они тоже личности. И вы знаете, я бы хотела сказать, что я наблюдаю за этими детками. У нас вот группа по изучению Библии с детками с ограниченной возможности, в основном, ну, ментал. И я вижу, что от них можно брать очень много примера. Есть такие моменты, где они поступают намного благоразумнее, добрее, отзывчивее, чем их сверстники с обычным развитием. Вот интересно мне просто еще узнать, у вас еще есть дети, кроме ваших особых детей. Какое просто впечатление, влияние произвело вот на их жизнь, вот ваша семейная обстановка, потому что, ну, все же вокруг этого ребенка. Куда-то пойти, в магазин. Все связано с этим ребенком. Вот мне интересно, Наташа, как, как вот, или ваша дочь Виктория уже была в какой-то мере подготовлена, или она даже вас вдохновила? Или... Нет, просто она уже заранее очень любила свою сестричку. И она так мне сразу сказала, я ее люблю, она такая хорошая, она наша. Это еще в роддоме она мне сказала, как только она ее увидела. Да, был очень важный момент. Она говорит, она же наша, какая бы ни была, что бы ни было. То есть, вот, это вот наша семья, вот так, как она есть, и живем мы, вот, живем просто, обычной такой вот семьей, помогаем друг другу. Знаешь, я помню момент, когда мы, когда родился ребенок, решили объявить своим двум сыновьям, они уже были в теннеженском возрасте, одному было, 18 лет уже было, рассказать, что родился такой ребенок, третий сын у нас. Ты знаешь, они приняли очень легко и спокойно, в отличие от нас. И я вот вспомнила, знаешь, у нас второй сын, он когда-то играл в футбол у нас, и их футбольную команду пригласили помочь детям, детям с ограниченными возможностями провести летний лагерь. И я пришла, и там был класс с даун-синдромом. И я посмотрела, как он легко с ними обращается, тогда еще у нас их помине не было, знаешь, Матвея, мы ничего не знали про это. И он так легко с ними играл, общался. И я еще тогда удивилась, думала, я так не могу, потому что у меня в тот момент еще было такое, знаешь, здесь дети воспитаны в Америке, они как-то уже воспитаны, у нас же не видят в школах кругом. У нас сейчас телефон в студии, пожалуйста, включите. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня 20 люди, я звоню с Квилленда, я хочу все равно подякувать вам за вашу передачу, за вашу прачу. Мне очень потребно и необходимо с кем-то там, потому что у меня есть такую дитину. У меня дочка, 17 лет, она там синдром мает, но я всегда задумалась над тем, почему в наших церквах не придяются таким детям уваги, почему они находятся за церковью. Но я благодарна Богу, что вы есть, и что вы начали это, и сейчас я тоже начинаю с такими детьми. И я очень-очень благодарна вам, хай вас Бог благословит, что все ваши семьи, вашу прачу и все, что вы делаете. И я очень благодарна с теми батьками, которые держат этих детей дома, что они не берут их в церковь, что они не спілкуются с другими детьми, потому что это очень важно. И я еще раз благодарна еще раз вам за вашу поддержку и за ваши передачи. Вы очень много делаете для таких семей. Спасибо. Всего доброго. мы собираемся даже быть попозже, посетить их в церковь. Спасибо большое. Если вы еще, может, родитель, который сейчас смотрит эту передачу, или не уверены, нужно ли позвонить, сказать, или задать вопрос, а делайте это, потому что это изменит историю. Мы говорим сегодня об истории. И поэтому хотел бы возвратиться снова к тому месту, которое мы посмотрели сегодня. Все соделал он прекрасным в свое время и вложил в мир, в сердце их. Дорогие друзья, так хочется, чтобы вот именно в сердцах этих родителей появился этот мир, появилась эта надежда, чтобы они действительно увидели вот в этом процессе, что они благословены Богом. Пожалуйста, есть еще один телефонный звонок, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Я хотела спросить, вот такие дети, которые не понимают и не могут отличить еще правой от левой руки, и нужно ли молиться, чтобы Бог открыл им спасение, или они уже спасены. Я всегда считала, что они уже спасены, потому что освящаются родителями. Но мне потом один человек сказал, тебе нужно молиться, чтобы Бог спас его, чтобы Бог ему открылся, потому что мой ребенок, он уже, хотя ему 11 лет, он не понимает, кто такой Иисус, кто такой Бог. Вот как вы считаете, что нужно делать? Кто-то измолкучит ответить. Знаете, есть написано, что кому много дано, с того много спросится. Кому мало дано, с того и мало спросится. То, что Господь дал ему в развитии, насколько его развитие возможно, чтобы он смог узнать о Господе. Вот до этого момента каждый родитель, наверное, должен посмотреть, что можно сказать. Если может ребенок воспринять, мы можем говорить. Если же он младенец по своему развитию умственному, наверное, как с младенцами мы должны обращаться. Это мое мнение. мы должны молиться за него, предоставлять Господу, обучать, как мы можем на его уровне, как младенца. Как младенца, потому что у него развитие младенца. Скажи, как мы, младенца, можем рассказать о спасении? И что самое интересное, Иисус сказал, что пустите этих детей, потому что их царство небесное. это уже говорит о том, что они уже наследуют. Вы знаете, Светлана, я просто хотел использовать такой момент. В данном момент я как ведущий, но использую свой шанс как папа. Мой сын Гектор уже с Господом будет два года, и ему было бы 18 лет. И я понял одну вещь. Он любил фильмы Иисус. Он послужил многим людям, чтобы они покаялись, при том, что он никогда не разговаривал. Поэтому совершенно верно, мы должны служить, правильно? И просто преподносить им спасение на том уровне, на котором они находятся. Хорошо, мы хотели бы продолжить нашу тему. У нас буквально не так много осталось времени. У нас еще есть телефонный звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем. Я могу говорить? Да, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. сейчас сказали о том, что как эти дети, как они могут уже статьи и я знаю церковь, в каком это, там мальчику уже 18 лет, он член церкви, он с придромом давно, и он уже, он сознательно покаялся, и еще и маму свою привел. еще и маму покаялась. Это же просто удивительно. покаялась. И он такие стихи учит, небольшие на празднике, такой искренний, он вечерю сейчас, член церкви. Еще я хотела спросить, как имеют контакт с Наташей и Светланом, потому что в этой церкви есть одна семья, у них три ребенка аутисты, и они даже не в церковь не привозят, перед домом и там редко бывает понравится. Да, конечно, вы нам можете позвонить на телефон доверия и естественно они вам перезвонят после передачи. Оставьте свой телефон и мы вам перезвоним. Оставьте телефон оператору и они вам перезвонят. Спасибо большое. Вы знаете, я думаю, что, наверное, сейчас все-таки приятно уже услышать за полгода передач, которые идут, родители слушают, приятно сегодня слышать отклики людей. И я бы просто хотел, у нас остается немного времени, просто пожелать нашим зрителям, что, вы знаете, нужно не бояться говорить правду. и вот я бы хотел попросить каждого из вас, у нас заканчивается наш прямой эфир, что бы вы посоветовали вот этим родителям, что им нужно делать, чтобы изменить вообще не только свою жизнь, жизнь окружающих таких родителей. Что бы вы посоветовали, Дина, как ты смотришь на изменение истории, не просто одного человека, изменение истории, что бы ты посоветовала таким мамам папа? Руслан, всегда я советую держаться Бога, только все от Бога и все к Нему должно возвращаться. Хорошо, это прекрасно, немножко в какой-то мере, ну, я бы так сказал, духовно, банально, так общепринято. Знаешь, я хочу добавить то, что, наверное, людям надо иногда пересмотреть свое отношение, если человек, допустим, воспринимает это, что это наказание, или проклятие, или что-то неправильно он сделал, то, может быть, нужно попробовать в этот момент воспринять по-другому, что это миссия, что я особенная, Бог послал этого особенного ребенка в особенную семью, и как бы повернуть эту ситуацию в другую сторону, и попробовать жить вот в этой ситуации, не смотреть, что ты что-то сделал неправильное в проклятии, а посмотреть, что я на миссии и Бог мне доверил, и я могу. Знаешь, я просто практическую хотела сказать с той, что надо просто попробовать поменять свое мышление или свое отношение к этой ситуации, если человек действительно воспринимает эту ситуацию как уныние или в депрессии или в чем-то. Ты знаешь, очень-очень практично ты сказала. То есть получается, если человек думает, хотя бы попробовать думать по-другому? По-другому, да. Хотя бы попробовать, да? Менталитет. Менталитет. Хотя бы попробовать, окей, если я, ну попробуй, попробуй по-другому, попробуй воспринять по-другому, попробуй перешагнуть вот это. и посмотреть на ситуацию с другой стороны. Это тяжело без Бога сделать. Ну да, но опять же, мы должны Бога сделать. Если мы примем решение, то Господь будет направлять, помогать. Да, да, да. И мудрость посылает. Оно взаимосвязанное. Окей, у меня еще один последний вопрос, прежде чем мы закончим нашу передачу. Вот как вы думаете, наш культурный барьер имеет вот здесь какой-то оттенок? Потому что в американце как-то по-другому все это работает. Я не знаю почему. Я думаю, что у них проще. У них намного все это происходит. Значит, что нужно изменить в культуре? Америка не так давно поменяла свои законы. В начале 20 века здесь были очень суровые законы по отношению к людям с инвалидностью. Они изменились на протяжении 20 века в очень радикально другую сторону. И это поколение, которое выросло после, можно сказать, 60-70-х годов, они уже с другим мышлением. Поэтому у нас есть пример. Мы можем смотреть, как они это делали, и мы можем делать так же. Поменяться. Я думаю, что это… У нас есть надежда. Да. А, конечно. Есть надежда. И будущность. И будущность. Все вместе поменяемся. Да. Мне просто приятно, что сегодня вот в студии мы собрались слышать вас, видеть, именно заканчивая на такой позитивной ноте, где у нас есть шанс, у нас есть будущее. И, вы знаете, я бы хотел просто обратиться к вам, дорогие мамы, дорогие папы, дорогие люди, которые сейчас слушают нас. Давайте мы вместе изменим историю этих людей. Отношения к этим людям. Совершенно верно. Вот именно, чтобы они увидели… Света, мне понравилось, что давайте попробуем думать по-другому. Сто процентов, Дина, согласен. Нам нужно уходиться с Господом. И поэтому, вы знаете, я бы хотел, чтобы сейчас в конце этой передачи напомнить вам одну простую вещь. Мы, конечно, снизу земли не можем видеть, как Бог видит сверху начало и конец. Но у него есть особый план. У него есть особая цель. И нет разницы, вы родитель special need, или у вас какая-то другая проблема, или, может, у вас дети не совсем с Господом, может, с супругом какие-то проблемы, может, самые разные бывают моменты. Очень много проблем. То есть мы не обращаемся только именно к таким людям, обращаемся ко всем вам. Я хотел вам просто пожелать, посмотрите на Господа. Посмотрите, что все, что Он садил, Он сделал прекрасным в свое время. Он вложил мир в сердце человека. И хотя человеку невозможно постигнуть его дела, Он делает что-то. В этом процессе я благословляю вас увидеть именно и начало, и конец, и в этой середине, в этом процессе, чтобы вы сказали, Бог, Он делает что-то огромное в моей жизни. Я хотел бы поблагодарить вас. Спасибо вам огромное за то, что вы были вместе с нами. И спасибо вам, дорогие телезрители, за то, что, особенно этим трем вам, что вы отозвались и позвонили. Спасибо огромное. Мы почувствовали, наверное, здесь, что мы не зря делаем то, что мы делаем. Пусть Бог благословит вас. И что мы не одни. Спасибо. Пусть Бог благословит вас. До свидания. С Господа. Пусть Бог благословит вас. Продолжение следует... Продолжение следует...